Вдруг я увидел, что офицеры начали переговариваться очень активно по рации. И я сказал все, что надо уходить отсюда. Вертолет кружил чуть дальше площади. Здесь через какие-то минуты появились демонстранты на мосту. И зрелище это было завораживающее, потому что это лился огромный людской поток. В это время вертолет полетел к поворотной гиманке. И здесь мне все стало ясно. В этот момент я обратился к ребятам и сказал, что все, выходим назад. Маша задала мне вопрос, почему. И я сказал, что сейчас что-то будет. Показала на офицеров, активно передвигающихся за ограждениями, разговаривая по рациям. И указала, где занес вертолет на повороте к мосту. Маша мне вдруг поверила. Мост был забит людьми. И не было уже видно, движется людской поток или нет. Свидетель номер 72. Среди нас вдруг оказались какие-то люди в черных масках, закрывающих лица. Которые бегали среди людей и кричали. Чего вы стоите? Пойдемте, пойдемте. Призывая идти драться с ОМОНом. Никто из окружающих меня людей не понимал, что происходит. И кто эти люди во время шествия, их не видели. Свидетель номер 35. Маме удалось прозвониться мне на телефон, и я протестнулась правее к площади. Там я нашла маму. Буквально через минут 5-10 ОМОН клином начал выбегать из-за своего отцепления и хватать ребят. Так как я была с мамой и боялась за нее, я прикрывала ее. Я видела, как ОМОН хватает ребят и девушек просто так, волочит по земле. Видела, как от ОМОНа полетел фаер. Пару ребят около меня схватили. Бежать нам было некуда. Мы вжались в ограждение. Я закрыла маму с собой и повернулась спиной к бегущему на нас ОМОНу. Меня ударили дубинкой по спине. Особой боли я не почувствовала, так как боялась за маму и не чувствовала ничего. Потом в какой-то момент пошел газ. Я надышавшись, я надышалась, и мне пришлось надеть запасную майку, как маску. Так что были видны только глаза. Это не давало дышать. Мама от газа прикрылась моим платком. Дальше еще пару раз ОМОН врывался к нам, и я каждый раз прикрывала маму от них. Свидетель номер 238. Я видел, как со стороны ОМОНовцев пустили белый плотный газ. Один из репортеров с камерой, он снимал с небольшой стремянки, одел противогаз. Свидетель номер 159. Когда пустили газ, я с подругой, ей 85 лет, села прямо на землю. Было дурно. Проходящие люди просили подняться, так как ОМОНовцы сейчас вас заберут, решив, что вы устраиваете сидячий протест. Мы поднялись. Рядом стояла Наталья Фатеева. Увидев, что нам плохо, мужчина помог нам перебраться через ограду. Мы подошли к фонтану. По периметру ограды стояли ОМОНовцы в касках. А в районе фонтана, где мы немного отдышались, строились полки. Они кричали «Рода, стройся!» Они были готовы к расправе над манифестантами. Ждали сигнала, переговаривались по телефонам и рапортовали, что полк готов. Там было несколько полков. А самое страшное, что по периметру стояли женщины с овчарками. Я пересчитал, их было 15. Их никто не мог видеть, кроме нас. Вдруг поступил сигнал, и эти полки помчались на манифестантах, а за ними побежали женщины с собаками. У нас сжало сердце. Неужели на людей? Мы слышали крики и бесстрашные лозунги. Особенно воудошевляли барабаны, которые били даже когда уже людей не было на площади. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok